Ежегодно 18 марта в нашей стране отмечается новый государственный праздник День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день, в 2014 году, Крым официально вошел в состав Российской Федерации. В честь 7-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией с 17 по 18 марта в здании городского дворца культуры Хабаровска состоится серия молодежных интеллектуальных игр октагона тему «Крым, Россия вместе навсегда». В игре примут участие 18 команд, представляющие школы города Хабаровска, средние профессиональные учебные заведения Хабаровского края, а также молодежная общественная организация. 19 марта в студии правительства края состоится круглый стол в формате телемоста с участием представителей Хабаровской краевой общественной организации Ассамблея народов Хабаровского края и Крымским региональным отделением Российской общественной организации Ассамблея народов России. Телемост по теме «Хабаровский край. Вторая родина» станет анонсом создания в рядах Ассамблеи крымского землячества. У нас в студии Валерий Хедиров, полномочный представитель Республики Северная Осетия Алания в Дальневосточном федеральном округе. Доброе утро. Вот ваша позиция как представителя Северной Осетии Алания по мартовским событиям 2014 года? Я помню те дни принятия декларации 11 марта, потом 16 референдум. И помню тот подъем патриотизма мощнейший, в который погрузилась вся страна, Россия. Мы прекрасно понимаем, что Крым всегда был и в 18 веке, и в 20-м. Это российская территория. Нам чужого не надо, наверное, и свое не отдадим. И мы рады, что все это свершилось без единого выстрела, потому что без желания народа такого добиться очень сложно. А здесь более 96% голосов за воссоединение с Россией. И хорошо, что Крым, Севастополь вернулись в свою гавань. Насколько эти события вообще были значимы для нашей страны? Да, значимы это... Если представить историю, мы изучали историю в школе везде. Крым для России — это значимая территория в геополитике, и как военная территория, получается, там основная наша военная морская база Черноморского флота. И я бы не говорил так, что это чья-то территория, и мы захотели, потому что нам выгода нет. Это была исконно российская территория, и мы рады и довольны вместе с крымчанами, с севастопольцами, что Крым, Севастополь — в своей гавани. И в России как раз уже два субъекта Российской Федерации добавилось, можно сказать, что вернулись к себе домой. И я всегда... У меня были знакомые из Крыма, всегда они желали, десятилетия мечтали вернуться обратно тогда в Советский Союз и сейчас в Российскую Федерацию. Поэтому мы разделяем радость крымчан, севастопольцев о том, что они в России. Тем более видим экономический рост, видим, что за кратчайшие сроки построили такой уникальный мост, который связал Крым основной части России. Валерий Зарабович, ну вот вы являетесь представителем республики, да, Севастополь, и вот все-таки Крым и вашу республику что связывают? Там наверняка есть какие-то исторические связи. Ну, конечно. Крым... Аланию крестили в Крыму тысячу сто лет назад. И по указу президента Владимира Ильича Путина в 2022 год будет в России отмечаться день крещения Алании. Первые Аланы приняли крещение во втором веке. А массово крестили же в Крыму, потому что в центральной части Крыма там были Аланы, Скифа, Сарматы в свое время, а побережье, в общем-то, застеляли греки. И Аланы пользовались... Вот письменность была на основе греческого алфавита. Поэтому для нас тоже, естественно, это исторически вот такая территория, история Алании, история в целом страны нашей, поэтому, конечно, мы тоже очень заинтересованы. Тем более соглашение между Владикавказом и Ялтой о городах Побратимов. Это подписали еще в 2010 году, но в 2014 году, 25 апреля, переподписали уже как бы заново, потому что все-таки люди на месте, город на месте, Крым, Россия, поэтому, естественно, юридически заново закрепили. Поэтому города Побратимов. Валерий Зуропович, ну вот, будучи первым заместителем председателя Ассамблеи народов Края, вот скажите, есть ли взаимодействие с Крымом, с национальными общественными организациями из Крыма? Вот сейчас у нас 19 марта, в студии правительства Края состоится круглый стол, вот то, что уже было сказано. И есть там крымское отделение Ассамблеи народов России, и мы будем как бы общаться, делиться опытом. Вот, телемост, тема Хабаровский край, вторая родина, вот, станет анонсом создания в рядах Ассамблеи, вот, землячества крымского. В дальнейшем, вот, есть у нас желание уже переговорить и подписать договор о взаимодействии и сотрудничестве с Крымским отделением Ассамблеи народов. Вот, я думаю, будем ближе, будем общаться, будем делиться нашим опытом, они с нами, ездить, может быть, чтобы мы были ближе. Валерий Журович, благодарим вас. У нас в студии был Валерий Хедиров, полномочный представитель Республики Северная Осетия Алания в Дальневосточном федеральном округе. Спасибо. Спасибо.